Работники библиотеки, несмотря на усталость после трудового дня, в приподнятом настроении встречали посетителей. Мы подумали, что для привлечения новых читателей надо что-то организовать в нерабочее время. Мы сегодня говорим спасибо и чествуем коллекционеров, которые делятся с нами своими материалами, старинными открытками, фотографиями. Мы участвуем в проекте Латвийской национальной библиотеки «Исчезнувшая Латвия». «Пропавшая Латвия» – это сбор информации о потерянных и затронутых изменениями культурно-исторических ценностях Латвии. Как же раньше выглядела наша страна, теперь можно узнать только по изображениям на открытках в фотографиях. И тут на помощь приходят коллекционеры. О своей богатой коллекции открыток рассказала Илга Винциуна. От царских времен до 40-х годов. Еще у меня есть много альбомов с изображениями военных. Военные царской армии, латвийские легионеры. Мне нравятся такие изображения собирать. Коллекции Илги в основном исторические свидетельства Венсполса. Трофеи ей либо дарят, либо она их обменивает. Но деньги на приобретение очередного экземпляра она не тратит. Хотя есть коллекционеры, готовые заплатить немалые средства, чтобы получить в свое владение кусочек истории. Стоимость очень условная. В последнее время очень дорого. Коллекционеры из Риги предлагают 30 латов, евро, 10-15 латов. Есть кто покупает, интересуются. Они через интернет находят друг друга. В интернете там чаще продается по принципу аукциона. Поэтому цены могут быть разные. Норман стал коллекционером благодаря своему увлечению историей. Меня всегда интересовала история. Я люблю свой родной город. Это послужило толчком для начала сбора коллекции. Оказалось, что все это доступно. Что-то покупал, что-то менял, а что-то мне просто дарили. Вечерняя программа библиотеки предусматривала не только встречу с коллекционерами. На втором этаже проходил блиц-турнир по шахматам. Желающие могли творчески подойти к встрече Пасхи, посетив пасхальную мастерскую. Можно красить яйца, декорировать. Из салфеток складывать зайчиков. Можно украшать яйца в технике декупажа. В детской библиотеке дети постарше увлеченно играли в Алиэс. Было чем заняться и самым маленьким посетителем. У детей есть желания и силы. Они могут выдержать весь длинный день. Они у нас первые самые маленькие посетители в библиотеке вечера. Проходил турнир по скорочтению, конкурс эрудитов. Все в один голос заявили, что это хорошая идея принимать гостей в вечерние часы. Хорошая идея. Я только думаю, что лучше бы в пятницу вечером. Не надо на следующий день на работу вставать, детям в школу не надо идти. В следующем году об этом подумаем, но идея очень хорошая. Люди могут прийти вечером в библиотеку и поработать здесь. Посетителям библиотеки еще раз рассказали о доступных услугах, о том, что библиотека – это не только место, где можно найти нужную литературу, но и где можно бесплатно воспользоваться интернетом, оформить электронную подпись и многое другое. Татьяна Саксаганская, Инжодзич, Курзымское телевидение.